Жаль, мы теперь тюжие, жаль, просто разучили, жаль, разучились прощать, я больше не хочу мечтать. Кентал и Санда бьют все рекорды. Совместный клип музыкантов на композицию «Прости, мне очень жаль» буквально за несколько дней после премьеры собрал полтора миллиона просмотров на YouTube. Для казахстанской эстрады очень даже впечатляющие цифры. Сами же исполнители уже популярной песни признаются, что, конечно, надеялись затронуть сердца зрителей, но не до такой степени. Мы хотели, чтобы была такая реакция. На самом деле мы ожидали, что будет такой резонанс, что равнодушных не останется, потому что это такая тема в наше время, нынешний актуальный развод. Но чтобы быть такой результат, как за семь дней набрать миллион просмотров, что мы можем побить рекорд, такого еще не ожидать. Более того, вдогонку с сотням разнообразных отзывов и комментариев, поклонники только и успевают, что снимать пародии на рекордный видеоклип. Самые запоминающиеся работы Кентал даже постит в свою ленту Instagram. Вы знаете, я сам человек с очень хорошим чувством юмора, поэтому я понимаю этих людей. Ну, я думаю, что это прикольно, это классно, то, что своего рода они поддержали клип, в том плане, что каждый, конечно, выразил свое чувство юмора в своих вайнах, но и в то же время это была своего рода поддержка нашему видеоряду, нашей популярности, нашего клипа. Вот, и мне практически все нравилось, все, что делали ребята. Ну, бывало такое, что я хохотал прям, ну, и говорил, как можно было такое придумать. Однако есть многое тех, кто так и остался с неотвеченным вопросом, из-за чего же герои клипа развелись. Здесь Кентал объясняет, каждый найдет свои личные причины. Здесь как раз-таки для чего мы не раскрываем тайну, причину, скажем так, вот этого, последствий, вот, чтобы, потому что ведь у семьи-то разные, и проблемы у них разные. У кого-то там, ну, азартные игры, у кого-то там алкоголь, у кого-то там еще что-то там, побои. Ну, я думаю, чтобы каждая семья примерила свою историю. Я отдала всю себя, любимая, я больше теперь не твоя, прости меня, ты все разрушил сам, теперь уйди ко мне, больше не приходи. Тебя на руках я носил, ты все убил, я только тобой одной жил, не дорожил, ну, как не дорожил, тебя одну любил, люблю и все еще не забыл. А вообще клип «Прости, мне очень жаль» был буквально выстрадан, его съемки начались не так, как планировалось. Сначала всему помешал проливной дождь, а потом и вовсе ребят прогнали с локации местные жильцы. Не обошлось здесь и без обращений к Всевышнему. Я помню, когда был ливень, я около 15 минут молился Богу, прям в земном поклоне, я просил «Бог останови». Я повторял, повторял одно и то же «Бог останови дождь, разгони тучи, Бог останови». И так было 15-20 минут, и ничего не случилось. И я понимаю мудрость, то есть не все полезно нам, не все во благо нам, то, что мы просим. Я понял эту мудрость, то, что если бы, ну, Бог сделал то, что я прошу, он остановил дождь, разгонал тучи, то ребенок в ту погоду, было очень холодно, он бы явно заболел, и, возможно, были серьезные последствия. К счастью, серьезные последствия всех миновали, хотя без слез на съемочной площадке не обошлось. Оказалось, и Кентал, и Санда настолько прочувствовали свою песню, что на их глаза навернулись настоящие слезы. Плакать она умеет, у нее вот этот талант не отнять никому. Вот в этом она мастер плакать, поэтому, да, слезы выдавить. Поэтому очень хорошо она справилась с этой задачей, то, что эмоционально передала слезы, грусть. Я горжусь тобой. На самом деле, да, это была такая мужская скупая слеза, которую я выдавил, да, прям еле-еле. Вот, и она все-таки пошла, да. И поймали кадр, сняли, все-таки очень хорошо смотрится. Ну что ж, какие еще рекорды побьют Кентал и Санда, покажет время. А пока будем ждать их новые музыкальные работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова